МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Перезагрузка системы власти. Сергей Меликов накануне отправил правительство республики в отставку. О том, какие мнения по этому поводу высказывают эксперты и представители общественности, смотрите через минуту. Не жизнь, а полоса препятствий. Именно так можно охарактеризовать повседневный быт жителей поселка Заречное Кизлярского района. Шаг в будущее. На конференции с таким обнадеживающим названием сотни дагестанских школьников представили научно-исследовательские работы. Кто сохранит свои позиции и посты в будущем в правительстве, где следует усилить властный контроль и какие сферы особенно нуждаются в реформах. Сергей Меликов накануне отправил правительство республики в отставку. Это стандартная конституционная норма и вместе с тем перезагрузка системы власти. Эксперты и представители общественности высказывают разные мнения о том, каким должен быть оптимальный состав правительства Дагестана. Подробности уходи Жукурбановой. Неизменный закон жизни. Незаменимых нет. Все меняется. Перемены ждут и правительство республики, которое накануне отправило в отставку Сергея Меликов. Процедура хоть и стандартная, но дает повод поразмыслить о том, каким перспективам могут привести возможные реформы. Чего ждать от новых лиц во власти и какими должны быть эти лица. В ходе нашего социологического опроса стало понятно. Общественности все равно, кто премьер-министр, а кто глава района. Лишь бы человек был порядочный. Начиная с низших слоев населения и заканчивая высокими постами, он должен быть более порядочным, чем нищий человек или какой-то. А выходит наоборот. Ответственный, порядочный, но и при этом, учитывая законы российские, ну и исламские. Это можно шанс ребенку дать. Взрослым людям не нужно давать шансы. Нужно с новой командой, с молодой, новой, которые хотят работать, с ней работать и решать эти вопросы, потому что люди недовольны, люди видят. Вот такие ожидания. Как было, мне кажется, никакой разницы нет. Приходят и уходят, а все остается как есть. Ничего не меняется. Представители экспертного сообщества на вопросы отвечают более детально. В частности, экономист Халил Халилов отмечает, что новость об отставке команды с Дунова им была воспринята положительно. Предыдущая команда, по его мнению, не справилась с поставленными задачами. Команда, которая не справилась, не справилась с задачами по развитию республики, экономик республики, все-таки ушла в отставку команда эта. Потому как вот мы смотрим, за все это время у них не было никакой конкретной принятий программы, обозначенных целей, достигнутых результатов у этой команды. Из сфер, которыми уже давно следует заняться вплотную, он отметил земельно-имущественные отношения. Бардак с землей мешает развитию региона, отмечает эксперт. Очень радует, что новый глава республики с первых же дней своей деятельности начал эту работу. Именно на эту боль, на эту проблему он акцентировал свое внимание в вопросах земельно-имущественных отношений. Это проблема, которая мешает многим другим, особенно части инвестиционного развития. Своим мнением о том, какие перестановки хотелось бы прежде всего увидеть в правительстве региона, с нами делится и политолог Ханжан Курбанов. Процентов на 70, конечно, состав подобрался в целом неплохой, мотивированный, правильно мотивированный. Надо усиливать экологическое направление, надо усиливать туристическое, тем более, что сам Меликов сказал об этом. Нужно усиливать строительство ЖКХ. О новом в Рио председателя правительства республики Ханжан говорит, как о человеке с имиджем инкогнито. Абдулпатаха Амирханова знают немногие о его навыках. И способности управлять судить рано. Новое лицо уже обозначено. Это человек, который имеет опыт работы в территориальном управлении, в федеральной организации. Честно говоря, это черная лошадка. Мы пока мало что знаем. Человек общественность мало что знает об этом человеке. Не знаю, как он себя проявит. Все прогнозы пока не имеют под собой основания, что изменится и в какую сторону покажет время. Как повлияет ветер перемен на дагестанских чиновников и сферы, которые они курируют. Кто сориентируется быстрее и построит ветряную мельницу, а кто выставит щит против ветра перемен. Все это зашифровано в будущих решениях, которые уже не за горами. Тест на COVID-19 Уври у главы Дагестана показал положительный результат. Об этом сообщают в прислужбе главы и правительства республики. По данным источника, Меликов не жалуется на самочувствие. Он находится на самоизоляции и следует предписаниям врачей. Болезнь существенно не повлияла на рабочий график Меликова. Он продолжает взаимодействовать с чиновниками в дистанционном формате. Автомобильные слалом, экстремальное вождение. И это самые мягкие характеристики того, что каждый день приходится испытывать автомобилистам из села Заречное. Дороги в населенном пункте напоминают полосу препятствий. Однако, как выяснилось, помехи у местных жителей возникают не только на дорогах. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Выбоины колдобины и огромные лужи. Жизнь как полоса препятствий. Автомобильные слалом местные жители практикуют более 20 лет. Дороги здесь не ремонтировались со времен Советского Союза. Администрация района никакого внимания не обращает на наши дороги. Сколько раз обращались, они постоянно говорят, вот она заложена в программе, но никаких действий они не принимают здесь. Вот, пожалуйста, на детей смотрите, вот как они ходят здесь. Автомобили здесь въезжают в Рытвины по самый бампер. По некоторым улицам можно проехать только на УАЗике. А вот как добираются по этим дорогам, дети в школу, остается загадкой. Это могут подтвердить любой шофер. В месяц, наверное, по 3-4 тысячи только ходовые ремонтировать у нас идет здесь. Еще проселочные дороги тоже у нас нуждаются в ремонте. Грязь, сапоги. Нам надо одевать, особенно школьники, вот ходят в сапогах грязные, приходят в школу. Вот это переулок, вот это переулок. Пенсионерка, женщина, сколько камазов засыпает. Свою пенсию отдала. Люди, проходить отсюда невозможно было. В прошлом году, говорят местные жители, дорогу планировали включить в программу. Однако ремонта они так и не дождались. В Министерстве транспорта республики на это отвечают. Финансирование было сокращено в связи с пандемией. Сейчас же представители власти ручаются. Дорога внесена, проект на 2021 год и будет приведена в порядок в первом квартале. На данном этапе проектно-смертная документация разработана. В 2021 году будут проведены работы по восстановлению существующего асфальтобетонного покрытия. Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия на протяжении 6 километров. Помимо дороги, сельчан беспокоят и другие наиболее проблемные вопросы. Это распроданные предыдущими властями земли, отсутствие поливной воды, школьных автобусов и садика. Со времен развала колхоза, говорят местные жители, о них будто бы все забыли. В этом селе живут, работы нету, ничего нету. Вот земля хоть обработает, что-нибудь делает, свое хозяйство, скотина держат, весь земля продана, вокруг если взять, и на той стороне, и на этом стороне, и наверху, везде продали. Вот 5 гектаров кто должен получать, 2 гектара кто должен получать, и то они не получили, получили совсем здесь, которые не живут. От лица жителей села Заречного обращаюсь к главе Республики Дагестанного назначенного, чтобы обратили внимание на эти проблемы, которые озвучивали ранее наши жители. Вопросов у местных жителей за эти годы накопилось достаточно. Когда-то они даже составили список своих проблем. Вышло 11 пунктов. А пока люди стараются не отчаиваться и делать все, чтобы их земля не стала богом забытым уголком. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Излярский район. В Махачкале начала работу вторая международная научно-образовательная конференция. Она направлена на решение ключевых проблем 21 века на основе духовного наследия мусульманских богословов. В мероприятии принимают участие представители власти, религиозных и общественных деятелей. Организатором мероприятия является Дагестанский гуманитарный институт. Проводится оно при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования имен НАСА Республики. Данное мероприятие направлено на то, чтобы показать, насколько активно развивается богословие у нас в стране и на территории Кавказа в том числе. Потому что Кавказ является неотъемлемой частью Российской Федерации, где на протяжении многих веков сохраняются и межрелигиозные, межконфессиональные отношения, которые приводят к тому, что есть мир, гармония, взаимопонимание, уважение друг к другу, уважение к старшим, чему сейчас очень сильно не хватает. И для того, чтобы показать, какие богословы существовали и какую пользу они принесли не только Кавказу, но и всей России. Это та задача, которая поставлена президентом развития российской, исламской, богословской школы. И здесь вот эта конференция выполняет и эту роль тоже, потому что здесь она международная, с разных стран приехали, кто онлайн, кто оффлайн принимает участие. И результаты этой конференции, уроки этой конференции, рекомендации этой конференции, они будут приниматься и внедряться и в образовательный процесс. В рамках программы для участников конференции пройдут круглые столы, совещания и экскурсии по достопримечательностям Дагестана. Форум продлится до 28 ноября. Дагестан посетила делегация руководителей национальных общин и диаспор из Кемерово. Более 30 человек из столицы Кузбасса и других близлежащих поселков приехали в республику со знакомительным визитом. В столице Дагестана гости провели три дня. За это время они успели посетить главные достопримечательности республики, в числе которых место строительства Духовного центра имени пророка Исы. Здесь для них была организована содержательная экскурсия. Им рассказали о ходе строительства, а также об объектах, которые будут функционировать на его территории. Гости, в свою очередь, остались впечатлены масштабами народной стройки. Здесь же кемеровчане приняли участие в посадке деревьев на месте будущего парка, строящегося около мечети имени пророка Мухаммада. Впечатление, если сказать, очень прекрасное. Никогда подобного такого не видел. Очень прекрасная мечеть. И все это благодаря нашему муфтию Кудиву Ахмаду Афанди. Это очень нравится нам. И благодаря людям, которые здесь работают, помогают, очень радуются наши сердца. И, иншаллах, мы приведем еще больше людей с нашего города Кемеров, чтобы они посетили такие прекрасные места. Пришли, конечно, познать религию более глубже, постараться передать знания. И, иншаллах, в дальнейшем будем планировать приезжать чаще, чтобы здешние дорогие наши мусульмане, братья и сестры, к нам приезжали, делиться знаниями. И будем только рады. В республике гости также посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди, побывали в Министерстве по национальной политике, а также встретились с известными дагестанскими спортсменами. В одном из ресторанов Махачкалы прошло просветительское мероприятие, которое сопровождалось исполнением маблидов и выступлениями алимов. По словам инициатора мероприятия Гайдара Магомедова, основная цель приезда гостей – развитие межнационального и межконфессионального диалога. В таких частичных мероприятиях они видят, что такое Дагестан и как оно представлено собой. И как мы им предложили поехать в Дагестан, и у них такое получилось. Да, конечно, все вот эти люди, которые, можно сказать, 30-40 человек, оставляя своих детей, можно сказать, своей работой, в тот же день взялись купить билеты и сказать, давайте поедем в Дагестан. На самом деле мы хотим посетить Дагестан. У нас как Суахский канон, тот же самый Дербенский крепост, тот же самый увидитель спортсменов, увидитель духовных лидеров. У них огромное желание, возможно, появилось. И это, вы видите, как чуть ли не 7-8 разных национальностей, люди, которые еще, которые желали приехать, тоже остались. Я первый раз вообще в Дагестане, я была наслышана, у меня был знакомый с Дагестана, Махач Ибрагимов. Но он разбился 25 мая этого года. И он наварец. И благодаря ему я стала узнавать, что вообще мусульномоманство, эту веру, что мне очень интересно, и свой ребенка прививаться к этому стало, что он на чудо отправил. Сейчас он у меня изучает исламский язык, сын мой. В дальнейшем, если он захочет, я не против, что он ислам примет. Силен не только в спорте, но и в богоугодных делах. Благодаря инициативе чемпиона мира по кикбоксингу в легчайшем весе, Алверди Рамазанова, в Кизляре появилась молебная для незрячих и слабовидящих людей. По словам спортсмена, его идея была поддержана многими неравнодушными людьми, которые внесли финансовый вклад. Они пожелали остаться анонимными. Я был причиной, да, и все это он сделал. Его история была такая, он хотел поехать в Хадж, и за счет карантина Хадж отменили, и свои средства он, получается, вложил в эту комнату. У меня было намерение очень давно сделать молебну, либо мечеть, и так получилось, у отца было вот это помещение, он его долгое время брал в аренду, и здесь у нас был и склад, и кафе, и столовая. И так получилось, я пришел к этому, чтобы здесь сделать молебную комнату. И здесь, в Кизляре, у нас такое место, очень мало мечети, молебных комнат. Бывает, когда хочешь сделать намаз, ищешь места, и в этом районе, в районе километра, полтора километра нет мечети, и даже молебных комнат. Сотни научно-исследовательских работ представили дагестанские школьники на конференции «Шаг в будущее». Этот конкурс помогает выявить и развить творческие способности и интерес к научной деятельности у одаренных детей. В Дагестанском центре развития образования состоялось открытие республиканского этапа. Поддержать будущих физиков, химиков, биологов и историков пришли родители, друзья, учителя и наставники, научные руководители. 176 исследовательских работ из 300 заявленных отобраны для участия в республиканском этапе. Помимо защиты работ на заседаниях секции, по программе конференции прошли пленарные заседания, мастер-классы и встречи школьников с учеными и профессорами вузов. Как отмечают организаторы, ребята ежегодно становятся победителями и призерами программы на республиканском и российском уровнях. Это очень престижный для учителей и для учеников конкурс. Это конкурс, хотя это научный формат у этого конкурса, поскольку мы здесь находим, выделяем, поддерживаем одаренных детей. Они получают возможность, затем победителя едут в Москву и часто там получают призовые места. У нас не было ни одного года, чтобы наши ученики не получили призовые места. Многодетные мамы теперь могут выйти на пенсию раньше. Об этом сообщают в пенсионном фонде. Досрочный выход на пенсию, прежде разрешенной матерям с пятью и более детьми, теперь доступен и женщинам, которые воспитывали трех и четырех детей. Первыми данной льготой смогут воспользоваться женщины 1965 года рождения, имеющие четверых детей. Получить льготу они смогут в следующем году, когда им исполнится 56 лет. В результате на пенсию удастся выйти на четыре года раньше положенного срока. А мамы троих детей отныне имеют право выйти на заслуженный отдых с 57 лет. При этом, чтобы раньше оформить пенсионные выплаты, у женщины должно быть не меньше 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа минимум. Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на одном турнире с Конором Магрыгором. Двоеродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведет первый поединок в сильнейшей Лиге мира 23 января. Место пока не сообщается. Соперником 24-летнего дагестанца станет экс-чемпион М1 Сергей Морозов из Казахстана. Напомним, что это вторая попытка организаторов свести бойцов в клетки. Первый раз бой сорвался из-за проблем со здоровьем у Нурмагомедова. Главным событием вечера на UFC 257 станет поединок Конора Магрегора и Дастина Парье. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.